До сих пор рассматривалось несколько версий случившегося, ни одна из них не считалась приоритетной. Теперь, когда сомнений в теракте не осталось, встает вопрос, где и как искать преступников. Тем, кто поможет их поймать, ФСБ обещает награду в 50 миллионов долларов. И сегодня даже стали появляться сообщения о задержаниях в аэропорту Шарм-эль-Шейха, сотрудники которого имели доступ к российскому лайнеру перед взлетом. Хотя египетские власти это опровергают. Сергей Зенин продолжит. Изначально версий было много и каждую скрупулезно проверяли. Одна за одной были отброшены столкновения с другим самолетом, техническая неисправность, ошибка диспетчеров и еще несколько. Главное подозрение специалистов, которые старались не озвучивать, пока шло расследование, подтвердилось. На борту авиалайнера сработало взрывное устройство. Скорее всего, оно находилось в багажном отделении. Давление на конструкцию самолета изнутри оказывается в несколько тонн на квадратный метр. И, естественно, достаточно небольшого взрыва, чтобы значительно, на мгновение увеличить эту нагрузку, на которую не рассчитана конструкция самолета. И самолет начинает разрушаться. Килограмм сахара или муки – это совсем немного, небольшой пакет. Килограмм тротила выглядит примерно так же. Если террористы использовали более совершенное взрывчатое вещество, то объем смертоносного груза мог быть совсем мизерным. Если кто-то думает, что только килограмм тротила может сделать взрыв, сделать разгрызацию самолета, это не так. Это еще меньшее количество взрывного устройства можно было заложить, результат был один и тот же. Поэтому на сегодняшний момент килограмм тротила – это довольно-таки серьезный такой эквивалент. Первые предположения о теракте возникли сразу после осмотра места падения обломков аэробуса. Разлет фрагментов свидетельствовал о том, что самолет падал с большой высоты частями, что фюзеляж развалился не от удара, а землю. Не дожидаясь официального подтверждения или опровержения версии теракта, крупнейшие европейские авиаперевозчики отказались от пролета в зоне Синамского полуострова. До выяснения причин трагедия Россия также приостановила рейсы в Египет. Египтяне активно помогали в деле расследования. Быстро были обнаружены и переданы на расшифровку бортовые самописцы. Совместно с российскими спасателями прочесали колоссальную территорию и смогли собрать все, даже самые мелкие фрагменты аэробуса. Собственно, анализ деталей и дал основание полагать, что на борту взорвалась бомба. Сейчас вопрос чести для наших спецслужб – живыми или мертвыми достать тех, кто совершил теракт. Понятно, что будет задействована агентурная сеть. Понятно, что профессионалы уже приступили к соответствующей работе. Но на сайте Федеральной службы безопасности появилось обращение к гражданам всего мира. За информацию о бандитах обещано огромное вознаграждение. Федеральная служба безопасности обращается к российской и международной общественности за содействием в установлении террористов. За предоставление сведений, способствующих задержанию преступников, будет выплачено вознаграждение в размере 50 миллионов долларов США. Это самое крупное вознаграждение в истории спецслужб. ЦРУ не давало таких денег за информацию о человеке, которого разведуправление США называло террористом номер один за Усаму Бен Ладена. Расчет наших спецслужб прост. 50 миллионов – деньги настолько большие, что террористы, взорвавшие наш самолет, даже среди своих не смогут спать спокойно. Сергей Зенин, Екатерина Белова, Ольга Меркулова, Первый канал.